Девы, доброго вам времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео предлагаю вам рассмотреть терраскоп на август 2018 года. По традиции расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам этот месяц. Хочу напомнить, что робкарт выполняется для широкой аудитории и проиграться абсолютно для всех он в принципе не может. Плюс многим из нас необходимо смотреть терраскопы не только по знаку своего асцендента, но и по знаку зодиака в натальной карте. Итак, давайте смотреть общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Карта Иерофант. Карта обучения, карта познания, карта погружения во что-либо. То есть это могут быть и оккультные практики, это может быть религия. Это в целом может быть поиск своего наставника, какого-то духовного путеводителя. Это карта традиций и норм, общеперинятые морали, то есть следование канону. По этой карте для кого-то может состояться, повторюсь, для кого-то, обряд венчания, либо ситуация бракосочетания. В целом же карта Иерофант очень часто указывает на взаимодействие со старшими из нашего рода. То есть это отец, это дедушка, либо это в целом, да, может быть ваш дядя, но тем не менее глава семьи. То есть и его влияние на вас в этом месяце. Итак, что вас ожидает в плане работы? Перевернутый рыцарь копков. Ситуация разочарования. Объясню почему. Потому что по этой карте деловое предложение, которое вам выдвигали, как какое-то перспективное, на самом деле для вас оказалось неприбыльным. И отсюда идет ситуация, вы знаете, каких-то разбитых эмоций. Если вы были на текущий момент безработным, то ситуация, то устройство здесь не состоится. Если вы работник по найму и вам обещали какие-то радужные перспективы в плане перехода на новую должность, новый отдел, новый филиал, либо ситуация повышения уровня вашего благосостояния, да, в качестве надбавки, то опять же, это знаете, как обещанного три года ждут. Если у вас свой бизнес, вы работаете сами на себя, то здесь присмотритесь, пожалуйста, к своему окружению, своим партнерам. Не совсем добросовестные люди вас окружают. И намеченные вами сделки могут просто-напросто сорваться. Так, что вас ожидает в плане финансов? Пятерка мечей. Вот то, о чем я говорила. Ситуация серьезных материальных потерь. Объясню почему. То есть, если у вас свой бизнес, вас кинут на деньги. Если у вас ситуация безработицы, то это называется уже сошкребать последнее, жить на последнее, знаете, как на остатках. Здесь можете быть даже в долгах, как в шелках. Если вы все-таки работник по найму, то могут просто не выплатить зарплату. Например, вы недавно трудоустроились, да, проработали, а зарплаты вы так и не получили. Или бы в целом ситуация каких-то штрафных санкций, которые могут на вас повесить. Либо ситуация в целом конфликта из-за денег. Не важно, что чего это будет касаться. Например, выплатили вам не в полном объеме зарплату, там отпускные, либо какие-то премиальные, либо вам не дали материальную помощь. И будет из-за этого очень большой конфликт. Поэтому в плане финансов в августе месяце будет такая очень напряженная обстановка. Что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья вас ожидает хорошее самочувствие. Это радужные перспективы, то есть вы здоровы и эмоционально, и физически. И это, знаете, желание поднять свой тонус еще больше. Какими-либо видами закаливания, либо гимнастиками, либо рядом тех практик, которые будут раскручивать вашу энергию. И самое главное, замыкать ее на вас. То есть взращивать вашу энергетику. Поэтому в этом аспекте у вас месяц будет крайне благоприятный. Что вас ожидает в плане личной жизни? Десятка Пентакли. Замечательная карта в плане личной жизни. Вот в той простой причине, вот как я вам и сказала. Видите, как отыгрывается? Отыгрывается семья. То есть те, кто планировал. Здесь может быть, например, если вы состояли в паре с кем-то, да, встречались. Это может быть момент съехаться, ситуация сожительства, гражданского брака, да. Либо же желание узаконить ваше отношение. Посредством венчания, либо бракосочетания. Если же вы на текущий момент одиноки, то все свое время вы будете посвящать семье. И будете заняты вопросами, например, отца, деда, то есть, да, вышестоящего, скажем так, лица в вашей семье. И будете всецело поглощены и заняты проблемами ваших домочадцев. Ну, а в целом же по десятке Пентакли это карта становления семьи, карта крепких, карта прочных отношений. Когда, знаете, несмотря ни на что, на какие-то преграды и трудности, в дом полная чаша, где вас всегда поддерживают, понимают, любят и ценят. И о чем вам говорят карты в качестве совета? Ну, вот видите. Я действительно могу вас искренне поздравить вместе с тем, что у многих все-таки это проиграется. Как ситуация заключения брака, рождения семьи, либо в целом ситуации где-то рождения, потому что по жрецу еще иногда, да, тоже может проходить крещение детей. Ситуация какого-то праздника. Это карта гармонии, радостного времяпрепровождения. Это когда эмоции хлещут у вас через край. Несмотря на все типы репетий, которые имели место быть у вас, да, с позиции работы, заработка, вам это полностью компенсируется в других сферах жизни. Особенно те, кто этого очень сильно ждал, я вам этого искренне и от всей души желаю. Могу сказать, что месяц для вас будет ключевым, потому что начинается он под эгидой старшего Аркана Жрец. И вот мы видим, в каких событиях это у вас отыграется. Я вас с этим искренне поздравляю. Ну, а те, кто хочет получить мои консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!